Доплата к пенсии И получают ее в нашем Ленинском районе, например, порядка 3,5 тысяч человек О ком идет речь? Это неработающие пенсионеры, у кого, к сожалению, общий материальный доход очень мал, меньше, чем региональный минимум В Московской области минимум для доплаты к пенсии 9908 рублей Если у нас пенсионер не работает и всех выплат, что называется, у него не набираются на эту сумму, он имеет право получать доплату 20 февраля 2019 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выступил перед Федеральным Собранием В котором он сказал, что прошла индексация к пенсии в январе 2019 года, пенсии увеличились Но, к сожалению, есть определенная несправедливость при установлении доплаты То есть получается так, что когда пенсия увеличивается с января 2019 года, практически на эту же сумму уменьшается размер доплаты В денежном выражении человек как мало получал, практически столько же осталось у него получать Ему же не важно, эти 300 рублей назывались раньше доплатой к пенсии, а теперь стали называться пенсии Он не выиграл ни в чем И слава богу, что пересмотрели, в общем, положение, порядок начисления доплаты к пенсии Два месяца были подготовительные периоды, были внесены изменения в федеральный закон, который определяет доплату к пенсии Это закон о государственной социальной помощи, региональный законодательный акт И в мае месяце пенсионеры, которые у нас получали в 2018 году региональную социальную доплату к пенсии В мае получили две суммы Сначала им пришла примерно 18 мая региональная социальная доплата к пенсии в новом размере, в увеличенном, за один месяц май И буквально через 4-5 дней они получили вторую сумму, разовую доплату в результате пересчета с января по апрель Потому что президент в своем выступлении сказал, что необходимо пересчитать, изменить размер доплаты к пенсии с 1 января 2019 года Что и было сделано В принципе, доплата к пенсии считается очень простым арифметическим способом Из прожиточного минимума вычиталась ранняя пенсия текущая, минус все денежные выплаты пенсионеры, стоимость социальной карты, бесплатных проездов по социальной карте Остаточка выплачивалась Теперь при этом расчете из прожиточного минимума вычитается пенсия за 18-й год до индексации в старом размере Также все остальные выплаты, и поэтому доплата стала несколько больше Поэтому я хочу успокоить всех пенсионеров, чтобы они посмотрели внимательно на своих, тех, кто получал эту выплату в прошлом году Посмотрели на свои сберкнижки, на свои счета и увидели, что они в мае месяце получили доплату в увеличенном размере и доплату за период с января по апрель Ясно. Необходимо ли пенсионерам приходить, писать какие-то заявления или что-то делать? Вся работа была проведена в автоматическом режиме, никаких заявлений дополнительных от них не требуется Другое дело, что если кто-то не понял пришедших сумм, либо кто-то что-то не получил и захотелось уточнить, нужно позвонить на телефон горячей лени в Ленинское управление судзащиты Я думаю, если у кого-то после нашей встречи останутся вопросы, они, видимо, так и сделают Спасибо, что пришли к нам на эфир, так подробно все объяснили А я напомню, что в нашей студии была Светлана Забкова, заведующая отделом обеспечения социальных гарантий Ленинского управления социальной защиты населения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова